Не мы созданы для еды, а еда создана для нас. Данное высказывание сегодня особенно актуально и не только для борцов с лишним весом. Социологические исследования специалистов, проведенные за последние 10 лет, показали, что белорусы стали более серьезно относиться к своему здоровью, в первую очередь к теме рационального питания, которое они поставили на третье место по значимости среди других факторов, способствующих здоровью и долголетию. Без всем проблем, конечно, все равно есть. Только 51,8% населения регулярно завтракают. И только пятая часть от числа всех респондентов отправляют детей в школу после завтрака. Это совсем, конечно, малое. Только 36% респондентов питаются разнообразно. И только примерно 47% из них питаются умеренно. И именно поэтому, наверное, повышенная масса тела и ожирение встречаются довольно широко. Почти что каждый третий взрослый житель нашей страны имеет эту эту проблему. С неправильным питанием медики всех стран связывают 75% сердечно-сосудистых заболеваний, инсультов, инфарктов, гипотонической болезни и сахарного диабета второго типа. Именно поэтому режим питания, его разнообразие и умеренность очень важны. Ведь наш организм работает подсчет к озаданному природоритму, нарушение которого может привести к серьезным последствиям. По некоторым позициям мы выглядим немножко лучше, по некоторым позициям мы выглядим немножко хуже. То есть по количеству употребляемых сладких продуктов, например, мы немножко даже лидируем, скажем так, среди республики. По количеству, по распространенности ожирения немножко меньше. То есть если по республике это 34%, то у нас это где-то 32, допустим, и 0,3%, немножечко меньше. Одной из серьезных проблем остается детское ожирение. Как показывает практика, что нельзя, а что можно, знают далеко не все дети и даже подростки. В итоге около 20% подростков в стране имеют избыток массы тела, а около 15% страдает ожирением. В беседе со специалистом выяснилось, что основная причина детской, набирающей недетские обороты проблемы, кроется в отсутствии культуры питания. Сейчас даже многие детки обращаются, приходят, говорят, болит живот. Когда начинаешь говорить, что сосиски нет, родители удивляются, что уже кроме сосиски я могу дать своему ребенку поесть. Кетчупы нет, и оказывается, очень много детей, они без кетчупа даже еду и не представляют. Ребенок идет в школу, родители на работе, там они самостоятельно дома приходят, где-то какие-то карманные деньги дают. И опять-таки сплошь и рядом видишь деток, которые идут, там чипсы, кириешка, все это так вкусненько кушается, а потом впоследствии выходит то, что болят животы и плохо. Но маленького возраста тоже бывает, часто жалуются, потому что это уже как бы сам процесс питания, это питание в семье, то есть это уже семьей заложено. Проблема лишнего веса в подростковом возрасте решается легче, чем у взрослого человека. Этот факт еще раз доказывает, что борьбу с ожирением нужно начинать с детства, если таковое имеется при первых признаках. Но родителям стоит помнить, что лучшая стратегия – это собственный пример здорового образа жизни.